День доброй коллеги. Сегодня в Доме Российского Исторического Общества проходит брифинг об оказании шефской помощи участникам и инвалидам Великой Отечественной войны и обеспечении их бесплатной мобильной связью. Проект инициирован Оргкомитетом Всероссийской политической партии «Единая Россия. Наша Победа», Министерством цифрового развития связей и массовых коммуникаций Российской Федерации, Всероссийским движением «Волонтеры Победы» и поддержан ведущими российскими операторами в СОДовой связи. В брифинге принимает участие председатель Российского Исторического Общества, сопредседатель Оргкомитета «Наша Победа» Сергей Евгеньевич Нарышкин, председатель Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Есейч Хинштейн, статус-секретарь, заместитель министра цифрового развития связей и массовых коммуникаций Российской Федерации Бокова Людмила Николаевна и председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Амельченкова Ольга Николаевна. Хочу отметить, что прямая трансляция идет на сайте «Единая Россия» и интернет-портале Российского исторического общества. Также у нас есть опция для всех журналистов и всех наших зрителей задать вопросы нашим гостям по телефону 8-905-544-3101. Телефон при мне. В конце, если у нас останется время, я задам вопрос. Слово предоставляется Сергею Евгеньевичу Нарышкину. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Ровно 75 лет назад, 28 апреля 1945 года, передовые части Первого Белорусского фронта, преодолев ожесточенное сопротивление врага, прорвались к стенам Рейхстага. Последний бой в центре Берлина продолжался три дня, и на рассвете Первого Мая над куполом Рейхстага взвилось красное знамя победы, символ исторического триумфа нашего народа, триумфа многонационального государства Советского Союза. Сегодня, в преддверии 9 мая, нам предстоит обсудить последние приготовления к праздничным мероприятиям, в том числе посмотрим, как идет подготовка и реализация проектов партии «Единая Россия». Необходимо наполнить каждый день живыми, запоминающимися мероприятиями, уделить, конечно, самое серьезное внимание международному сотрудничеству, ну, а, пожалуй, самое главное – окружить теплом и заботой наших уважаемых и дорогих ветеранов. Работа в этих направлениях идет полным ходом. Я знаю, что во всех субъектах Российской Федерации собраны сведения о проживающих там участниках и инвалидах Великой Отечественной войны. На базе региональных отделений партии сформированы мобильные группы, которые оперативно выявляют и на местах решают проблемы пожилых людей. Это очень ответственное, значимое и благородное дело. Отрадно, что крупнейшие операторы сотовой связи, компании «Теледва», «Мегафон», «Билайн», «МТС» и компания «Ростелеком» поддержали инициативу Оргкомитета «Наша Победа», Министерство цифровых технологий, связи и массовой коммуникации России и волонтеров «Победы» об обеспечении всех ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны бесплатными мобильными телефонами с безлимитным тарифом. Это позволит пожилым людям поддержать связь со своими близкими, с медицинскими и социальными службами. И первая партия телефонов отправилась в регионы России еще вчера. Я хотел искренне поблагодарить и Министерство цифровых технологий, связи и массовых коммуникаций, и, конечно, компании-операторы. Я с большим удовольствием назову именно руководителей этих компаний. Генеральный директор акционерного общества «Мегафон» Георг Арутюнович Вермищан. Президент и председатель правления акционерного общества МТС Алексей Валерьевич Корня. Генеральный директор акционерного общества «Вымпилком» Александр Юрьевич Торбухов. Генеральный директор компании «Т2 Мобайл» Сергей Владимирович Эдмин. И генеральный директор акционерного общества «Ростелеком» Осьевский Михаил Эдуардович. Уважаемые коллеги, большая работа проводится и по другим направлениям. 7 мая здесь, в Доме Российского Исторического Общества, состоится видеоконференция с нашими партнерами из Китайской Академии Общественных Наук. Мы вместе обсудим события Второй мировой войны, итоги Второй мировой войны и, конечно, выработаем общие подходы к сохранению исторической памяти, наметим планы наших совместных проектов на будущее. Ежедневно расширяется аудитория наших просветительских проектов в интернете. Российским Историческим Обществом совместно с Объединенной Садостроительной Корпорацией разработан портал, который называется «Корабелы Великой Победы». На нем подробно описан подвиг тружеников тыла, рабочих, конструкторов, инженеров, обеспечивающих боеспособность нашего военно-морского флота в годы Великой Отечественной войны. Я, кстати, напомню, что даже в годы блокады Ленинграда на ленинградских верфях строились и ремонтировались корабли. И прямо со стапелей, с ремонтных доков они шли защищать город и драться с врагом. В рамках проекта «Шаги Победы» на сайте Российского Исторического Общества регулярно размещаются материалы о событиях берлинской наступательной операции. Воспоминания и документы передают сам дух весны 1945 года, наполненной ожиданиями «Скорой Победы». По инициативе партии «Единая Россия» в соцсетях стартовала онлайн-акция «Открытка ветерану». Воплощаются и многие другие инициативы. В регионах подведены промежуточные итоги конкурса школьных музеев, посвященных Великой Отечественной войне. Ведется прием заявок на конкурс работ школьников «История семьи. История Победы». Учителя также могут попробовать свои силы в ходе конкурса «Педагогического мастерства. История в школе. Традиции. Инновации». Этот конкурс продлится до 30 июня. Ну и к слову, сборник работ финалистов предыдущего конкурса «Учителей истории», который называется «Уроки Победы», сегодня размещен в открытом доступе на сайтах Российского исторического общества, Министерства просвещения России и группы компаний просвещения. Рассчитываю, что и в ближайшее время перечень таких проектов будет постоянно расширяться, поскольку эта работа планируется нами на многие-многие годы вперед. Спасибо. Спасибо большое, Сергей Евгеньевич. Слово предоставляется Александре Алексеевичу. Спасибо. Добрый день всем, кто нас слышит и видит. Я позволю себе более подробно рассказать о той инициативе, которой выступил оргкомитет «Наши Победы», движение волонтеров «Победы», которая была поддержана операторами сотовой связи. Речь идет об обеспечении всех участников и инвалидов Великой Отечественной войны бесплатными сотовыми телефонами с пожизненным лимитом. Эти телефоны, вот образец находится у меня сейчас в руке, как вы же выяснили, сегодняшних участников пресс-конференции. Важно, что он с большими кнопками, чтобы это было удобно для людей старшего возраста. И в первую очередь предназначение этого телефона не только и не столько в поддержании между нашими уважаемыми фронтовиками связи со своими родными или близкими. Этот телефон – средство оперативного реагирования и экстренной помощи. В этот телефон будут занесены все необходимые для каждого фронтовика полезные номера тревожных служб, дежурных служб, лечащего врача, закрепленного за ним соцработника, закрепленного за ним волонтера. Мы исходим из того, что нашим фронтовикам необходима помощь максимально быстрая и оперативная, учитывая все-таки их преклонный возраст. Далеко не все из них живут в городской местности. Далеко не везде уровень интернета позволяет быстро соединиться и донести свои бедели проблемы. Наличие такого телефона с уже занесенными в память нужными номерами позволит фронтовику, не теряя секунды, которые, увы, могут стоить и жизни, связаться и сообщить о существующей у него проблеме и попросить о помощи. В общей сложности такими телефонами по стране будет обеспечено порядка 52 тысяч человек. Они не только получат эти телефоны бесплатно, но и каждый из этих телефонов будет подключен с пожизненным лимитом, но с условием, что все звонки будут происходить только на территории Российской Федерации. В комитетах «Наша победность» формированы списки всех фронтовиков, всех инвалидов Великой Отечественной войны. Мы знаем по именному всех, но, к сожалению, их становится все меньше и меньше. Увы, это неумолимый ход времени, поскольку самому молодому фронтовику сегодня уже 93 года. Механика акции будет такова, что операторы сотовой связи, Большая Четверка, поддержавшие нашу инициативу, заключили соглашение с движением «Волонтеры Победы». Ольга Николаевна Амеченкова об этом расскажет чуть позже, передали партии этих телефонов. Помимо телефонов в регионы уедут вот такие сертификаты. Они именные, номерные, и с этим сертификатом, закрепленный за каждым фронтовиком «Волонтер», приходят в ближайшее отделение любого из операторов Большой Четверки и подключают конкретный аппарат к номеру. Мы обсуждали с коллегами, что у многих наших фронтовиков уже есть сотовые телефоны, и, может быть, проще сделать так, чтобы им предоставить бесплатный лимитный тариф, но пришли к пониманию, что это вызовет и определенную утонницу, и сумятицу, и, кроме того, поделять людей на равных и неравных. Мне принесли телефон, а соседу не принесли. Поэтому мы пришли к убеждению, что для всех должны быть одинаковые равные условия, 52 с лишним тысячи телефонов, каждый из которых подключен, подчеркиваю, на пожизненное обслуживание. Я хочу также поблагодарить оператору Большой Четверки за поддержку этой инициативы, поблагодарить наших партнеров, Аэрофлот, с помощью которых мы уже доставили телефоны в дальние регионы нашей страны, российские железные дороги, на сегодняшний день в регионы абсолютное большинство телефонов направлены. Мы планировали начать раздачу их раньше, но, к сожалению, ситуация с пандемией. Наши планы нарушила, и, учитывая, что фронтовики находятся в самой повышенной группе риска, любые излишние контакты с ними сегодня могут быть опасны. Поэтому в тех регионах, где эпидемиологическая ситуация наиболее стабильна и не остра, мы до 9 мая уже начинаем раздачу этих сотовых телефонов. Для этого волонтер придет непосредственно на дом к каждому фронтовику, поможет подключить этот телефон, занесет все необходимые полезные номера в его память. Ну а дальше, по мере того, как ситуация с коронавирусом будет меняться, мы будем реализовывать эту акцию на всей территории страны. И еще об одной вставляющей этой акции тоже скажу несколько слов. Это совместная акция с ПАУ Ростелеком. Если здесь речь шла об обыкных телефонах сотовой связи, то Ростелеком – это крупнейший оператор, предоставляющий услуги стационарной телефонной связи. С 1 мая текущего года Ростелеком предоставляет пожизненную бесплатную телефонную связь для всех участников инвалидов Великой Отечественной войны, а также для лиц, награжденных знаком жителям блокадного Ленинграда. Совместно с Оркомитетом нашей Победы, с движением «Волонтеры Победы» мы отрабатываем списки фронтовиков, потому что далеко не все из них, например, проживают по адресу своей регистрации, далеко не все из них заключили договора с Ростелекомом на себя. И наша задача, которую мы сегодня реализовываем с коллегами, точечно пройти по каждому фронтовику, оказав ему и необходимую помощь, если это потребуется, и консультацию, и решить организационные вопросы, помочь переоформить договор, вообще рассказать человеку о том, что сегодня такие опции есть, с тем, чтобы с 1 мая текущего года все фронтовики на всей территории нашей страны пользовались услугами стационарной телефонной связи, также бесплатно. Хочу отдельно сказать большое спасибо нашим коллегам из Министерства цифрового развития массовых коммуникаций, непосредственно министру Максудович Шадаеву, он должен был сегодня участвовать в нашем мероприятии, но в 10 утра его вызвали к председателю правительства, поэтому нас сегодня принимает участие стат. секретарь в нашем мероприятии, но без активного участия, без помощи, без настойчивости со стороны Минцифы, конечно же, этого результата мы никогда бы не достигли. Очень хочу верить, что эта акция и наши телефоны позволят продлить жизни наших уважаемых фронтовиков и сделать так, чтобы каждая минута, каждый час был окружен максимальной заботой и вниманием. Спасибо. Спасибо большое, Александр Алексеевич, очень полезная вещь. В какой-то степени телефон возьмет на себя роль тревожной кнопки. Сейчас слово предоставляется Людмиле Николаевне Поковой. Спасибо. Добрый день, уважаемые участники брифинга. Действительно, Министерство связи и массовая коммуникация очень активно поддержали предложенную акцию волонтерами Победы, оргкомитетом и провели несколько таких действительно штурмовых, мозговых штурмов с операторами связи, как правильно организовать для того, чтобы каждый ветеран действительно вовремя получил сотовый телефон и, соответственно, был предметнейшим образом обсужден и разработан тарифный план, который позволит ветеранам Великой Отечественной войны, которые проживают на территории нашей страны, всегда оставаться на связи со своими близкими, всегда получить вовремя помощь социальной службы, помощь медицинских сотрудников, ну и, конечно, самое главное, иметь возможность всегда общаться с молодым поколением, волонтерами Победы, которые активно принимают участие в этой акции. В рамках данной акции ветеранам Великой Отечественной войны операторами связи были предоставлены мобильные телефоны, которые действительно ориентированы, прежде всего, на голосовые услуги, имеют действительно крупный экран, клавиши, цифры, и, что важно, кнопку СОС, которой может воспользоваться ветеран в любое время для того, чтобы оперативно была ему оказана помощь, вся необходимая. И очень важно, были также разработаны именные сертификаты вместе с волонтерами, они имеют вот такой образец. При получении бесплатной, безлимитной связи действительно можно с помощью этого сертификата получить этот тарифный план. Для удобства взаимодействия волонтера и абонента, ветерана, разработана памятка, где как раз подробнейшим образом прописано, как волонтер может взаимодействовать для получения услуги связи. Тарифный план включает безлимитные звонки на мобильные номера внутри сети, 300 минут звонков и 300 смс на мобильные номера иных операторов домашнего региона и России. Для подключения услуги связи ветеран может выбрать любого оператора сотовой связи, заключить с ним в салоне договор об оказании услуги связи с использованием как раз именного сертификата. Мы также передали все на сегодняшний день открытые адреса салонов связи волонтерам по всей стране, которые работают несмотря на пандемию. И, соответственно, ветеран Великой Отечественной войны после этого получает специально разработанный для них тарифный план, мы его назвали ветеран, сим-карту с номером мобильного телефона и, соответственно, может воспользоваться всеми услугами. Акция охватывает действительно на сегодняшний день более 52 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны. И что отрадно, акцию поддержали не только наша Большая Четверка, но и региональные операторы откликнулись на то, что они готовы точно так же предоставить тот тарифный план, который разработан Большой Четверкой. И, конечно, не могу не сказать о Ростелекоме. Действительно, Ростелеком предоставляет тарифный план стационарной телефонной связи, который также включает в себя безлимитные местные телефонные соединения, внутризоновые это до 3 тысяч минут, международные и ближайшие зарубежья до 100 минут связи, включает данный тарифный план, который разработан по Ростелеком. Вот такая, собственно говоря, была проделана работа. Мы рассчитываем на то, что в ближайшее время в салонах связи появятся абоненты, ветераны и, соответственно, воспользуются теми возможностями, которые разработаны в рамках акции. А мы, конечно, будем следить за всем этим процессом, оперативно реагировать на все вопросы, которые могут возникать. И, соответственно, мы готовы, в том числе со всеми салонами социальных связей на территории Российской Федерации, включиться в реализацию данной акции. Спасибо большое, Людмила Николаевна. И слово теперь предоставляется Ольге Николаевне. Доброе утро. В первую очередь я хотела бы начать со слов благодарности всем нашим партнерам, кто поддержал эту идею, потому что мы помогаем ветеранам не только 9 мая, и понимаем, что сейчас, наверное, самое главное для них – это простое человеческое живое общение. И с помощью таких телефонов, с помощью и бесплатной стационарной связи, и сотовой связи мы это можем обеспечить в это сложное, непростое время, в период пандемии коронавируса. Как уже сказал Александр Евсеевич, мы хотели до 9 мая вручить все мобильные телефоны, но пока это, к сожалению, невозможно. И поэтому эта акция будет запущена только в тех регионах, где позволяет эпидемиологическая ситуация. Вообще... А потом, естественно, по всей стране. Вообще мы в этот период уделяем особое внимание нашим ветеранам, пожилым людям. И вообще в оперативных штабах «Единой России» на сегодняшний день работают свыше 80 тысяч волонтеров, которые помогают доставлять продукты питания, медикаменты пожилым людям, ветеранам Великой Отечественной войны. И уже сегодня в Республике Карелия мы вручили первые мобильные телефоны. Первым ветераном Великой Отечественной войны, который получил такой мобильный телефон, стал Алексей Федорович Шошин. Легендарный человек, он начинал Великую Отечественную войну младшим сержантом, а закончил ее командиром экипажа легендарного танка Т-34. Он принимал участие в сражениях под Сталинградом, в Сталинграде, на Курской дуге. И победу встретил уже в Германии. Как это было, я предлагаю посмотреть видеоролик из Республики Карелия. Мы постоянно на базе волонтерского центра находимся на связи с ветеранами, узнаем их потребности и помогаем продуктами, которые необходимы, и решаем социально-ботовые проблемы. Для нас очень важно, что волонтеры Победы являются непосредственными активными участниками этой инициативы. Я чувствую, что волонтеры нашей республики, я, конечно, был вольщен за такое богатство и внимание на подарки. И, кстати, для будущих людей моей лошади в моей жизни, как ветеран, великий отец Сергей. Спасибо вам. Огромное спасибо. Спасибо вам. За такие подарки и такое внимание ко мне. Да здравствует жизнь. Голой коронавирусу. Он до сих пор общается с молодежью, ему очень нравится, и поэтому очень приятно, что именно он стал первым участником Великой Отечественной войны, который получил такой мобильный телефон. И если вы обратили внимание, мы соблюдаем все средства безопасности и защиты. Когда мы работаем с телефонами, мы обязательно проводим дезинфекцию каждого телефона. Все это волонтеры делают в перчатках, в масках. Мы не заходим к ветерану непосредственно домой. То есть мы в настоящий момент пока коронавирус, мы стараемся, вообще, в принципе, этого не делаем, только на лестничной площадке. И, кроме того, я хотела бы особо обратить внимание для тех, кто, возможно, немножко переживает, мало ли какие волонтеры придут, а бывает все по-разному. Мы очень тесно работаем с социальными службами, поэтому если вдруг у кого-то есть опасения, то можно связаться с социальным работником. Они все в курсе нашей акции, поэтому здесь мы хотим также поблагодарить и социальные службы защиты населения, поскольку они помогают нам в проведении этой акции. Ну и в заключение хотелось бы сказать, что уже с сегодняшнего дня мы начали обзванивать ветеранов Великой Отечественной войны для того, чтобы проинформировать о возможности подключения бесплатной стационарной связи. Уже такая работа началась. Спасибо. Ольга Николаевна, большое спасибо. Как я и говорил в самом начале, у всех желающих журналистов и тех, кто нас смотрит сейчас, есть возможность задать вопросы. И такие вопросы поступили. Если у нас есть приятные силы и желания, то я их задам. Скорее всего, вопрос для Людмилы Николаевны, а просят, просят ответить на вопрос. До какого числа будет предоставляться бесплатная стационарная связь? Да, это стационарная связь у нас предоставляется по Ростелеком. Она распространяется не только на ветеранов Великой Отечественной войны инвалидов, но и на блокадников. И, соответственно, все эти акции у нас пожизненные. Спасибо. Следующий вопрос. Не знаю, кому, но я надеюсь, что ответите. Как будет осуществляться доставка телефонов ветеранам, проживающим в отдаленных населенных пунктах в нынешних условиях? Нет ли опасений, что они не смогут ими воспользоваться из-за проблем с сигналом сотовой связи? Как мы уже сказали, у нас такой адресный подход к выбору каждого оператора, поскольку в разных районах лучше работают те или иные виды сотовой связи. Поэтому мы специально, когда приходим домой к ветерану, уточняем, во-первых, каким видом оператора пользуется его семья, потому что это тоже очень важно и удобно. Ну и, во-вторых, какой вид оператора лучше всего берет на конкретную территорию. И потом уже помогаем, сами приезжаем в конкретный офис, берем сим-карту и уже приносим телефон с выбранным оператором. Последний вопрос, который адресован Сергею Евгеньевичу. Сергей Евгеньевич, совсем немного времени осталось до Дня Победы, но Годом памяти и славы объявлен весь 2020 год. Какие памятные мероприятия запланированы на вторую половину ювелирного года? Я, начиная наш брифинг, сказал о том, что памятные мероприятия, праздничные мероприятия рассчитаны, конечно, на большой период времени. Они, безусловно, не завершатся 9 мая. Более того, они не завершатся и в декабре 2020 года, а будут продолжаться еще и несколько лет, многие годы. Как я уже говорил, мы рассчитываем продолжать реализацию просветительских проектов, рассказывающих о причинах, событиях, об итогах Второй мировой войны, Великой Отечественной войны. Сегодня я упомянул такой новый просветительский проект, который Российское историческое общество проводит вместе с Объединенной судостроительной корпорацией, проект, который называется «Корабелы Великой Победы». Продолжается конкурс «Уроки Победы», итоги которого мы предведем уже после 9 мая. Ну и уверен в том, что инициативы и инициативы партии «Единая Россия» и наших общественных организаций, в том числе и общественного движения «Волонтеры Победы» будут множиться, и, повторяю, эти проекты будут работать и в 20-м, и в 21-м, и в 22-м, и в последующих годах. Спасибо. Спасибо большое. Да, конечно. Если позволите, буквально несколько слов к тому, о чем сказал Сергей Евгеньевич. К сожалению, пандемия внесла свои коррективы в нашу работу, и поэтому ряд тех акций и проектов, которые мы должны были начинать уже в апреле, мы вынуждены приостановить или, точнее, отложить до летних и осенних лучших времен. В их числе акции «Диктант Победы», получившая уже широкую поддержку и ставшая в прошлом году заметным явлением, мы должны были провести эту акцию в апреле текущего года, но, по понятным причинам, мы переносим ее, вероятнее всего, на сентябрь. Если в прошлом году у нас было задействовано около 1400 площадок, то в этом году мы уже получили заявок на 6000 площадок по всей стране, и расширяется иностранная география. В конкурс школьных музеев, в котором сказал Сергей Евгеньевич, большое количество заявок, уже более 4000 участников заявилось для участия в конкурсе. Важно, что это именно конкурс школьных музеев, сделанных руками самих ребят, а призами являются не только грамоты и дипломы, но и денежные гранты, вполне существенные, которые позволят им очень здорово свои музеи расширить и улучшить. Мы приступаем к формированию цифровой карты памяти, куда будут нанесены все объекты, связанные с Великой Отечественной войной, не только воинские захоронения и мемориалы, но и все памятные сооружения, все музейные комплексы. Это большая работа, потому что, увы, на сегодняшний день это не оцифровизовано. Ну и 9 мая, несмотря на коронавирус, мы постараемся вместе с коллегами из других общественных организаций сделать так, чтобы люди, находящиеся дома на самоизоляции, не почувствовали себя заброшенными, и чувство, ощущение праздника, Великой Победы у них было, поэтому целый ряд проектов мы разрабатываем и будем реализовывать непосредственно 9 мая, которые позволят, если можно так выразиться, определенный интерактив со стороны наших граждан. Будут задействованы и интернет-ресурсы, и электронные средства массовой информации. О некоторых акциях Сергей Евгеньевич уже упомянул, в частности, об открытке ветерана. Но это и Бессмертный полк онлайн, это и акция, связанная с исполнением песен. Вот одна из тех акций, которую мы сейчас готовимся реализовать, запустить, это исполнение самой, пожалуй, знаковой песни о войне, Дня Победы на разных языках народов России и бывшего Советского Союза. В России более 180 наций и народностей, и мы убеждены, что очень многие люди хотели бы исполнить эту песню. Сейчас мы работаем над запуском сайта, где каждый сможет найти тот вариант песни на том языке, который он считает для себя родным. Это, помимо, как я уже сказал, и Бессмертного полка, и других акций, это акция «Свет Победы», когда мы предлагаем выйти людям одновременно с салютом, и фонариками, телефонами, зажигалками, вот какой-то именно «Цвет Победы», «Лучи Победы» к себе в дома и в жилище привлечь. Много других акций. Главное, завершая, скажу, чтобы люди 9 мая, чувство праздника, 75-летие Победы у них не ушло. Спасибо. Спасибо большое, Александр Алексеевич. Так как я объявил о возможности задать вопросы, я задержу буквально на несколько минут ваше внимание, потому что очевидно, что пошли вопросы от родственников-ветеранов. Спрашивают, что за марка телефона. И еще один такой вопрос. Кто из региональных операторов присоединится к акции в Крыму, ведь не работают МТС, Мегафон, Билайн, Ростелеком, Теле2? У нас нет Крыма. У нас в Крым также переданы телефоны. Точно так же они будут работать по тарифу, разработанному большой четверкой. Без внимания ветераны не останутся. Там есть региональные операторы, которые, собственно говоря, подключат без проблем к тарифному плану. То есть в этом вопросе. Кстати, с этим проблем, собственно говоря, не будет. Ну и то, что касается мобильного телефона, это, по-моему, Алкотель. Там несколько, да, разные модели. У меня записано, можно ли? Ну, тогда подскажите, назову. Это телефоны марки Strike S10, BQ 1851, текстик ТТМ 209. Очень важно, что все эти телефоны, я еще раз показывал один из образцов, с большим экраном дисплея, с крупными кнопками, хорошо заметными и понятными, такими на ощупь рельефными. На обратной стороне это очень важно, кнопка SOS. То есть даже, вот если уж совсем какая-то острая ситуация, фронтовику не потребуется в память заходить и смотреть номер, он нажал на эту кнопку и понимает, что помощь к нему придет. И ранее звучал вопрос, что не по всей стране у нас уровень сотовой связи, не везде это сработает. Не могу согласиться с этим, у нас уровень сотового покрытия по стране 98%. Поэтому в этом-то и смысл, что мы не привязываемся к одному оператору сотовой связи, и даже в рамках одного региона могут разные операторы сотовой связи в зависимости от уровня и качества приема в том или ином муниципальном образовании работать. Ну что ж, коллеги, спасибо за содержательный разговор. Спасибо большое. Спасибо.